ВАДИМ ГРОМОВ УПЫРИ ТЬМА, ТИШИНА У Романа Ярова не получалось ощущать их порознь, сейчас они были неотделимы друг от друга. Идеал одного целого без малейших зазоров, изъянов. Он не нарушал эту безмолвную безвестность уже пять минут. Что-что, а время Яров чувствовал отменно. За свою сознательную жизнь ошибившись лишь дважды и весьма незначительно. Он сидел по-турецки, судя по всему на голой земле, полностью обнаженный, расслабленные руки лежали на коленях. Две минуты назад Яров оставил попытки что-нибудь разглядеть и сейчас слушался, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук. Стук, шорох, скрип. Бесполезно. С запахами обстояло не лучше. Роман ткнулся носом в собственное плечо ближе к подмышке, убеждаясь, что с обонянием все в порядке. Убедился. И сразу же встал на ноги беззвучно одним плавным движением. Вытянул левую руку вперед, сделал шажок. Ступня коснула все той же прохладной земли, рука чувствовала пустоту. Второй шажок. Третий, четвертый. На пятнадцатом кончики у пальцев уперлись в твердое. Яров легонько провел рукой вверх-вниз и стороной в сторону. Полностью приложил ладонь, надавил. Бетон или что-то наподобие. Точно не кирпич, никаких намеков на швы кладки. Стена? Очень похоже. Роман медленно пошел вправо, не оторвая ладонью в слегка шершавой твердье. Через те же полтора десятка шажков пальцы уперлись в угол. Несколько скупых движений рукой. Вывод? Быстрый и наверняка безошибочный. Вторая стена. Комната? Спустя одиннадцать минут у Ярова не осталось сомнений. Он находится в пустом помещении примерно пятнадцать на пятнадцать метров. Без углубления отверстий в полу и, возможно, без потолка. Полдюжины старательных прыжков ничего не дали, пальцы протыкали пустоту. Не исключено, что потолок находился выше, но с доказательствами было откровенно туговато. Ни двери, ни дверного проема, ни просто дырки любой формы, величины в стенах тоже не оказалось. Тихо, без эмоций. Роман встал на колени, поскреб пальцами землю. Думай, ищи выход. Совсем скоро стало понятно. Голыми руками ничего не нароешь. Да и с лопатой тоже земля была немногим податливее камня, за минуту короткие ногти нацарапали сущий мизер. Пока под стену подкопаешься, руки по плечи сработаешь. Можно было позвать на помощь, но Яров решил оставить шум напоследок. Но шуметь никогда не поздно будет, это дело насквозь незатейливое. А пока он прошел до угла, плотно прижал ухо к стене, вслушался. Тишина. Сделал три шажка, остановился. Слушать. Ничего. Еще три. Что-то похожее на невнятный шепот Яров услышал в начале соседней стены. И медленно двинулся к ее середине, прикладывая ухо после каждого шажочка, вслушиваясь как никогда в жизни. Шепот усиливался, становился разборчивее. Спустя полминуты Роман замер, чутко улавливая разноголось с обрывков фраз. Поллимона лагарева на счет, завалили вчера, майор охренел на чужой кусок, подпишут, если жить охота, наливай, Захар, семнадцатого срока или… Внезапно шепот заглужил тявканье одиночных выстрелов и почти сразу же к ним добавил стрескучая автоматная скороговорка с щедро сдобренной забористой матершиной. Яров рефлекторно повернул влево, правая рука привычно метнулась к боку, нащупывая отсутствующую кобуру. Тьфу ты, опомнился Яров, мотнула головой и шагнула обратно к стене. Из калаша работают, стрекочут почем зря. Высшая школа дилетантов. Стрельба за стеной продолжалась недолго. В наступившей тишине раздался хохот, скрипучий, надрывный. А потом хохотун начал восторженно и безбожно фальшиво орать Высоцкого. Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в черт и назло всем. Хорошую религию придумали индусы. Следующая строчка была переиначена. Но вы, отдав концы, уж не вернетесь, вот вам хрен. Дать бы за классику в рыло, подумал Роман. Шутник хренов. Голос вызывал откровенную неприязнь, граничащую с ненавистью. Яров раздраженно сплюнул, машинально царапнул пальцами стену и с удивлением понял, что она изменилась. Бетон теперь напоминал пенопласт. Только не тот, которым обкладывают бытовую технику, а потверже. А еще преграда казалась живой. Нет, не плотью в буквальном смысле слова, но чем-то, с чем Роману уже приходилось сталкиваться. Но с чем он сейчас не мог вспомнить, ответ лежал в глубинах памяти ржавым якорем с порванной цепью и превращаться во что-нибудь относительно плавучее не хотел. Яров надавил посильнее, сдирая с бреграды первые клочки. Около минуты пришлось постараться, а пенопласт сдавался неохотно. Верхние полсантиметра оказались с характером, но дело потихоньку шло на лад. После того, как Роман расковырял кусок размером с пачку соли, стало полегче. Внутренний слой ощутимо уступал наружному в твердости. Яров пробил его пальцами, как следует ухватился, рванул. В кулаке остался фрагмент с пакетик вискоса, оторвавшийся не то с тихим треском, не то с громким шорохом. Как только настала тишина от противоположной стены, послышался еле различимый шепот. «Рома, не надо». Голос был отлично знаком. Марина и его жена. Яров резко обернулся, напряженно всматриваясь во тьму, словно надеялся увидеть супругу. Не увидел, как тут увидишь. За стеной снова заговорили. Теперь слышимость стала лучше, и фразы можно было разобрать целиком. «Карпичи в поперек не пойдет, кишка худовато». «Еще три с половиной процента и контрольный пакет под нами». «Какие-то залетные стволы предлагают, пробей кто откуда». «Если рыщут за твоей непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой». Голоса вызывали крепнущее желание крушить стену дальше, чтобы добраться до их обладателей. Роман нащупал расширяющиеся углубления, вбил в него пальцы, обеих рук выломал еще кусок. «Папа, не надо». Теперь это была его дочь, Юлия. Девушка вскрикнула негромко, отчаяние в голосе было не сильным, но обозначившимся четко, уверенно. В этот раз Яров просто повернул голову на звук, не прекращая своего занятия. Бросил недолгий, по-прежнему бесполезный взгляд во тьму и отвернулся. Рывок. Очередной фрагмент полетел на землю под умоляющий женский всклип. «Рома, остановись». Яров не внял просьбе. Желание пробиваться дальше стало необоримым, и он остервенело выламывал преграду, становящуюся все более податливой. «Папа, мне страшно». «Рома, я прошу тебя, брось это». Яров швырял выломанные куски в стороны, не поддаваясь на уговоры близких. Он вошел в раж. Вышедший на первый план эго, вынуждал достичь цели любой ценой. «Рома, стой». «Папа, нет, нет». Савельичу передай за товар головой, отвечает. «Захват, рывок». «Папа, остановись». «Рома, подумай о нас». «Крашенев, твой полкан совсем краев не видит. Уйми, в последний раз прошу». «Захват, рывок». «Рома». «Папа». В углубление уже входило ладони, половина предплечья. Материал поддавался совсем легко. Яров чувствовал, что почти победил, ударил кулаком. Нетерпеливо, акцентированно. Костяшки легко пробили преграду, кулак выскочил в пустоту. «Есть». Роман выдернул руку, и отверстие выстрелило ослепительным, нестерпимым для глаза светом. Яров заслонился ладонью, повернулся. Две женских фигуры, жены и дочери, замерли у противоположной стены. Они тоже закрывали глаза руками, в позах отчетливо улавливалась непонятная Ярова обреченность. Свет сделал их видимыми совсем ненадолго, на секунду, не больше. А потом обволок. Быстро и, как показалось Роману, жадно, вязко, поглотив, растворив в себе. В следующий миг на противоположной стене обозначился полуметровый диагональный розчерк, узкая трещина, поспешно набухающая багровым. За ним почти без паузы возникла вторая, вертикальная и гораздо длиннее. Третья, четвертая. Когда их стало чуть больше десятка, широкий мазок темной влаги из первой трещины достиг пола. Лужица быстро росла, безостановочно подпитываемая из других трещин. Багровое пятно расползалось по полу, проворно и неумолимо подбираясь к Ярову. Желание крушить стену дальше вдруг схлынуло, и он испугался за Юлю и Марину. Шагнул к ним, но тело неожиданно стало непослушным, почти чужим. Шажок получился крохотным, из трещин уже не текло, фонтанировало частыми тугими струйками и становилось все больше. Напор усиливался, трещины понемногу удлинялись, их края медленно разворачивало наружу. Через полминуты кровь добралась до Ярова. За это время он сократил расстояние до жены и дочери на три шажка, оскалив зубы, мучительно ломая сопротивление своего чужого тела. Спустя еще полминуты уровень теплой, по-особенному пахнущей жидкости, начал расти. «Я иду», бешено прохрепел Роман, не отводя взгляда от двух безликих силуэтов, резко выделяющихся на фоне залитой кровью стены. Сделав шаг, стопа погрузилась в багровую влагу уже по щиколотку. А еще через несколько мгновений две трещины соприкоснулись. Кусок стены, нечто среднее между буквой Л и цифрой 1, вывалился вперед и повис, как лоскут материи или кожи. Кровь хлынула потоком. Яров взревел, под ранком шагнул в два раза шире. Это усилие едва не вышвырнуло его в беспамятство, дохнув в голову резкой, огненной болью. Трещины начали пересекаться тут и там, жутковато обвисали новые и новые куски, делая стену, похожей на спину, сеченную хлыстом безумца. Кровь пребывала на глазах, по колено, чуть ниже пояса, добралась до нижних ребер. Яров застонал сквозь зубы, прижал ладони к голове. Боль стала другой, теперь это были сумбурные, яростная барабанная дробь, желающая раскрошить череп изнутри. Кровь достигала КДК, и застывший на месте Яров нашел поплывшим от боли взглядом место, где должны были стоять жена и дочь. Но никого не увидел. «Марина», — закричал он, «Юля, где?» Кровь попала в рот, и Роман поперхнулся криком, но отплевываться или откашелиться уже не мог. Через несколько секунд его скрыло с головой. Он хотел подпрыгнуть, вынырнуть из этого кровавого безумия, но тело перестало слушаться совсем. Попавшая в западню душа зашлась в отчаянном, тоскливом вое. Оставшиеся без воздуха легкие скручивало сминало в груди, и это было невыносимо. В гаснущем сознании искры сверкнула, и погасла последняя мысль. «Простите меня». Яров вывалился из кошмара, напугав спящего в ногах эфиопа утробным стоном, жадно хватая воздух дрожащими губами. Угольно-черный гладкошерстный котяра подскочил чертиком из табакерки, выторщив янтарное глазище, но с дивана не удрал. Такое пробуждение хозяина было ему не в новинку, а обвык претерпелся. Этот сон снился Роману каждую ночь почти два года подряд. Другие сны не приходили. Он всегда воспринимался, как в первый раз, привыкнуть к нему было нельзя. В последнее время Яров всерьез боялся, что однажды оставит порядком расшатавшийся рассудок в той реальности, проснувшись не тем, кем был, и напрочь забудет про долг, до возврата которого остались считанные дни. А про него нельзя забывать, никак нельзя. Сначала верни, а потом будь что будет. В этот раз повезло. За окном наметился рассвет. Иногда Яров выныривал из кровавой купели в середине ночи, а потом долго лежал с открытыми глазами, даже не пробуя уснуть снова. Эфиоп привычно перебрался на грудь хозяину, немного потоптался. Янтарный прищур был почти философским. Все проходит, хозяин, и это тоже пройдет. Но молоко в плошке, должно быть всегда. Лег, свернулся калачиком. Яров погладил лобастую голову, почесал Эфиопа за ушами. И стал смотреть в потолок, дожидаясь, когда рассветет окончательно. Через полчаса он осторожно снял кота с груди, положил на подушку. Эфиоп не протестовал, с чего бы, подушка мягче. Раман умылся, почистил зубы, побрился. И какое-то время стоял, отрешенно разглядывая себя в зеркало. Прямоугольное, старое, с облупившейся по краям амальгамой. Из-за нее и неподвижного отражения в зеркало казалось большой фотографией в паршивой раме. Ленточки не хватает, подумал Яров, посмотрев отражение у глаза. В углу черный, наискосок. В гробу краша смотрится. Из зеркала на него глядел коротко стриженный, беспросветно седой и сильно уставший человек. Правильные черты лица, жесткая линия тонких губ, болевой подбородок с ямочкой. Серые глаза тускло поблескивали стали, но этот блеск был слабой тенью того, прежнего. За два года на лбу и в уголках глаз изрядно прибавилось морщин. Яров выглядел лет на 60, хотя три с половиной месяца назад ему стукнули лишь 46. «Держись», прошептал Роман, думая, что ничуть не удивился бы кивне отражения в ответ. «Еще чуть-чуть». Отражение своевольничать не стало. Яров глубоко вдохнул, выдохнул и направился на веранду. Открыл старенький Минск, достал молоко, масло, яйца, сыр, колбасу. Последним на стол легкий килограммовый кусок сырого свиного окорока на кости и с кожей. Яров набрал в пластиковый кувшин воды, стоящую на табурете ведра, взял мясо и пошел на воздух. Крепкий сарай находился на заднем дворе, вплотную примыкая к дому боковой стеной. Яров повозился с хитрым засовом, открыл тяжелую створку, зашел внутрь. От запаха внутри сарая у кого-нибудь другого мгновенно сперло бы дух, но Роману было не привыкать. Старательно притворил дверь, щелкнул выключателем. Единственная лампочка светила тускло, но Ярову больше не требовалось. Просторная, сваренная из толстых арматурных прутьев клетка была высотой в полтора метра и занимала половину хорошо звукоизолированного сарая. Обитавшее в ней существо поджидало Ярова, урча и повизгивая от нетерпения. «Пшел!» Коротко приказал Яров, и существо послушно отскочило к дальней стенке клетки. Потолок не позволял ему стоять во весь рост, оно село на корточке, привычно горбе спину. Роман открыл самодельный навесной замок, откинул небольшую железную дверцу, располагающуюся на уровне коленей, просунул кувшин внутрь клетки, налил воды в глубокую пластиковую тарелку, бросил рядом мясо. Существо беспокойно подрагивало всем телом, но не двигалось, ожидая команды жрать. Оно хорошо знало, что малейшее слушание жестоко наказывается, и не хотело страдать снова. Яров бегло оглядел клетку. Завтра, послезавтра прибираться надо. В последний раз, пожалуй. Запер дверцу, поднял лежащую рядом с клеткой кость, обглоданную до последнего волоконца мяса, начисто. Пошел к выходу, выключил свет, перешагнул порог, обернулся. Жрать! Существо кинулось к мясу, повизгив в предвкушении. Роман закрыл сарай, выбросил кость в ведро, натреть заполненный разномастными обглодышами. Вынул из кармана тренировочных штанов старенькую кнопочную Нокию. Набрал номер. Напористый баритон ответил после первого гудка. «Через неделю», спокойно сказал Яров. «По основному варианту. Все». «Понял». В трубке раздались короткие гудки. Яров сунул телефон в карман и несколько минут стоял неподвижно, глядя в серо-голубое сентябрьское небо, прислушиваясь к тому, что творилось в собственной душе. Точно так же, как делал это в последние семьсот с лишним дней. У души не было ни излома, ни хотя бы крохотной трещинки. Она упорно, отчаянно настаивала на том же, о чем и прежде. Яров с силой провел ладонями по щекам и пошел к веранде. «Да, через неделю», подумал он. «На годовщину и встретимся». За окнами просторной гостиной в стиле сталинского ампира виднелась сущая эклектика. Аккуратная шеренга голубых елей и одинокая сакура, возле которой вдумчиво возился щуплый немолодой азиат в потертых джинсах и серой футболке с длинными рукавами. «Что там у нас с этими?» Лазургин щелкнул пальцами и нетерпеливо покусал нижнюю губу. «Со стройтоваровскими, как их?» Молодой шатен с холодным и надменным лицом британского аристократа, сидящий сбоку от хозяина дома, без промедления подсказал. «Сестрой Бест, Андрей Витальевич, все в порядке, сегодня должны подписать договор. Сорцев лично поехал проконтролировать». «Молодца, Сеня, старается», кивнул Лазургин. «Штраф потом какой-нибудь с этого Беста сообразите за лишнюю нервотрепку. И пусть только вякну что-нибудь. Нет бы сразу по-хорошему все устаканить. Сколь веревочка не веся, а совьешься ты в петлю. Что у тебя еще?» «Документы на подпись». Шатен открыл черную кожаную папку, достал из нее два прозрачных файлика с бумагами, встал с кресла. Все по оплате. На запчасти и на темном экране LG, лежащего на журнальном столике справа от Лазургина, вдруг высветилась заставка вызова, зазвучала мелодия «В жаркой-жаркой Африке» Высоцкого. Абонент был анонимным. «И кто это у нас такой загадочный?» Лазургин взял смартфон, а задача науставился на экран. Немного помедлил, но все-таки провел указательным пальцем по зеленому значку, принимая звонок. «Да?» Выслушал короткий ответ, и Шатен мгновенно покрылся испаренной от дичайшей и испепеляющей ненависти, ставшей голосом Лазургина. Мясистое, щекастое, обманчиво глуповатое лицо босса приобрело сходство с демонической маской, работой опытного каменотеса, вырубившего в багровом камне грубые жутковатые черты. Файлики с документами выпали из пальцев, мягко шлепнулись на пол. «Где Герман?» «Но куски порву, тварь!» Второй ответ был совсем лаконичным. Лазургин со стервенением выпрыгнул длинную матерную фразу, включил громкую связь. Сделал Шатену знак. «Слушай». «Через час ты должен быть в бугульцах возле почты», хрепловатый мужской голос звучал устало, почти равнодушно. «Там с тобой свяжутся». «Я не успею», торопливо проговорил Лазургин. «Я далеко, в Екатеринбурге». «В лучшем случае, больше не беребивай и не ври». Оборвавший его собеседник не выказал ни раздражения, ни ехиц, ничего. Ты у себя в Истомина. Приедешь один, пустой. Все, в ком заподозрят твое сопровождение, огребут лихо. Пожалей своих уродов. Если через шестьдесят пять минут я не получу вестей, Герман умрет. А он очень хочет жить. Время пошло». Лазургин крикнул «Дай его услышать», но смартфон отозвался короткими гудками. Шатен растерянно смотрел на босса. Британский аристократ сгинул бесследно, уступив место перепуганному до полусмерти подростку. «Чего сидишь, Аркаша?» ощерился Лазургин. «Неделю в запасе увидел. Делай что-нибудь, заместитель хренов. Ну?» «Так а что?» В лицо Шатена заметно посерело. «Как же?» «Он же сказал одному ехать. Или Германа...» Лазургин расхохотался. Хрипло, страшно. Потом поморщился, начал массировать ладонью левую сторону груди. Короткие фразы тягучи сочились из кривящегося рта. Дождался. «Приперло меня, обсираются другие. Помощничек». «А откуда номер у него?» Шатен шарил беспорядочным взглядом по гостиной, стараясь не встречаться глазами с Лазургиным. «Откуда он знает, что вы точно здесь?» «Как...» «Рылым об косяк», процедил Лазургин. «Пара минут не в хрен улетела толку-то от тебя. Пошел вон. Молись, чтоб Герман выжил». Он отвернулся от Шатена, самнамбулу и зашагавшего к выходу гостиной. С присвистом втянул воздух сквозь зубы, снова провел пальцем по экрану смартфона. Пролистал список последних вызовов, нашел нужный. «Алло, Кондратич!» Всех на уши сходу. Полкан объявился. Герман у него. Говорит, пока жив. Запоминай сразу. Времени час. Начальник охраны с машиной сопровождения безнадежно отстал еще на подъезде к богульцам, когда от почты оставалось три минуты езды. Лазургин успел рассмотреть зеркало заднего вида, как переднее колесо головного внедорожника, где сидел Кондратич, поглотили коми, брызнувшие вверх и в стороны земли и тусклая вспышка. Скорость была небольшая, около 50, но «Шевроле Тахо» со скалеченной покрышкой резко кинула в сторону. Ловушка была устроена грамотно, черная респектабельная морда внедорожника нырнула в канаву, идущую вдоль неширокого проезда, задние колеса беспомощно повисли в воздухе. Лазургин не видел, что через несколько секунд после взрыва ко второй машине, спешно затормозившему Ниссану «Хстрейл», из боковой улочки сзади подлетел мотоциклист на нагоночном Сузуки. Он бросил рядом с машинами и качественно издырявил задние покрышки Ниссаны с пистолета с глушителем и без помех дал газу в неизвестность. Охрана огребла лихо, в точности, как обещал клятый полковник. Все досконально рассчитал, сука ментовская, и неважно, что бывшая. Кондратича с бойцами Лазургин взял с собой скорее от безнадеги. Еще в доме намертво прицепилась и не думал отпускать предчувствие, что в объявленной игре некогда будет устанавливать правила, способные что-то переломить и изменить всерьез. Придется сжать зубы и действовать по навязанным, да обломанным в кровь ногти цепляясь за надежду выжить самому и спасти Германа. А потом поквитаюсь, живьем на части рвать буду. Он не остановился, увидев, как отсекают сопровождение. Времени оставалось в обрез, а два крохотных жучка в пальто и обуви позволяли думать, что начальник охраны вывернется из кожи, но не упустит его из вида и исправит ситуацию. Все варианты пошли прахом уже спустя три минуты, когда Лексус остановился у почты Бугульцов. Лазургин не успел даже оглядеться, как около машины, словно из-под земли, возникли двое здоровяков с военной выправкой, во всем черно-сером, чуточку мешковатым, неприветным. Поднятые воротники скрывали нижнюю часть лиц, тонкие вязаные шапочки, надвинутые до бровей, и очки с затененными стеклами маскировали остальное. Это отчасти порадовало Лазургина. Прячут лица, значит, шанс на выживание есть. Хуже было бы, если бы не скрывали верный признак того, что он уже мертвец, разве что ходячий, и бояться его ни к чему. Один без лишней резкости, но расторопно, переместил Лазургина на заднее сидение, а сам прыгнул за руль. Второй подсел к владельцу Лексуса, и пока они куда-то ехали по улочкам дачного поселка, успел скрупулезно обыскать Лазургина два раза, руками и с помощью небольшой электронной рамки, безошибочно отловившей жучки. Довеском он вытащил из кармана Лазургина смартфон и без промедления выбросил его в окно. Лазургина внутренне корежил от такого расклада, но даже не думал высказывать недовольство. От этой пары прямо-таки шибало силы крупных, удачливых хищников, он чувствовал, что при нужде его попросту покалечат, быстро, не особенно напрягаясь. И сноровка мастера спорта по вольной борьбе не сильно поможет, это все равно, что бульдогу пытаться порвать волкодава. Колесили не дольше пяти минут, а потом Лексус остановился на окраине богульцов, рядом с мусорными баками и пустой фиолетовой семеркой. Водитель сделал звонок, сказав всего две короткие фразы, посылку принял и грязная была. Выслушав такой же скупой ответ, отключился. Скучно бросил Лазургину через плечо, на воздух, мухой, и сам полез из кабины. Второй напряженно ждал. Лазургин тихонько скрипнул зубами и начал открывать дверь. Тух! Кулак водителя врезался ему в живот в тот момент, когда Лазургин твердо встал на обе ноги. Он сдавленно охнул и осел коленями в грязь, а водитель равнодушно проговорил. Это за жучки и твоих уродов в джипах. Предупреждали же, по-хорошему. Пальто и обувку скидывай. В темпе, дядя. Герман ждет. Пальто и ботинки отправились в один из баков, а взамен Лазургину кинули резиновые сапоги и поношенную, пахнущую кошачиной кожанку с разодранной подкладкой на пару размеров больше. Сапоги, правда, были в пору. От сердца любимого кота оторвал, мрачно хмыкнул обысковик, наблюдавший за сменой гардероба. Будь он сейчас здесь, загрыз бы, не думая. Надевай и радуйся. Найду я вас потом, подумал Лазургин. Порадуйтесь. Водитель дождался, когда он управится, открыл заднюю дверь «Жигулей». Грузись, живо. Выкинешь какой-нибудь фокус, пеняй на себя. Лазургин беспрекословно забрался в машину, а обысковик сел рядом. Снаружи и внутри семерка выглядела убого, но мотор завелся с полоборота и фиолетовый редван бодро рванул к шоссе, лежащему в ста метрах от мусорных баков. «Куда мы?» – машинально спросил Лазургин. Водитель негромко усмехнулся. «В Лас-Вегас. Не веришь? Да и насрать». На шоссе они свернули направо, и Лазургин мысленно признал, что эти двое не оставили Кондратичу никаких шансов. Видеокамеры возле помойки в Бугульсах не имелось, а дороги здесь расходились в трех направлениях. Ищи, гадай, куда и на чем. Прошло пять минут десять. Сначала Лазургин пытался понять, куда его везут, но скоро оставил эту затею. Какая разница? Главное выбраться обратно. Похитители молчали, семерка в хорошем темпе неслась в неизвестность. Спустя еще минут десять водитель свернул вправо, прилично сбросил скорость, и Лазургин понял, где конечные станции их поездки. «Солнечный, сука!» Он криво усмехнулся, глядя на полуживое асфальтовое полотно, нырнувшее в живописную рощу сразу после съезда. «Здравствуй, детство!» Заброшенный пионерлагерь показался километр через два. Крашенный в грязно-голубой цвет, и на удивление щадящие обглоданные ржавчиной ворота были заперты на новенький навесной замок. Поверх одной из двух пятиконечных звезд в красноватых чешуйках отходящей краски висела аккуратная табличка «Частная собственность. Вход воспрещен. Территория охраняется собаками». В глубине лагеря смутно угадывался указующий памятник вождю пролетариата. Семерка остановилась в десятке шагов от ворот. Выходим. Машину покинули все, но мотор водитель не заглушил. Снова вытащил телефон, дождался ответа. После лаконичного «здесь» вернул мобильный в карман и вытащил ключ, протянул Лазургину. Дальше тебе решать, в какую сторону идти. Если через десять минут, ну ты понял. До Ильича дойдешь и направо под сорок пять градусов. Там увидишь, не заблудишься. Он неожиданно сгреб Лазургина за грудки и зло ненавидящее выдохнуло ему в лицо. «Ты мразина. Я бы тебе за семью полковника сам глотку перегрыз. До него другое мнение. А я с человеком, который трём взводам жизнь спас, спорить не буду. Если скажет, я за ним ещё и не в такое пекло нырну. Всё, свободен». Он оттолкнул Лазургина к воротам, сел в машину. Семёрка ловко развернулась, покатила прочь. Лазургин сжал ключ в кулаке, задрал голову, расглядывая крупные угловатые буквы слова «Солнечный» на дугообразной решётчатой арке. Перевёл недолгий взгляд на верхушки окружающих лагерь берёз и елей на чистое голубое небо. Яростно тряхнул головой, прогоняя сомнения. Шагнул к воротам, разворачивая в ладони ключ бородкой к замку. «Я иду, сынок». Лагерь был одним из самых старых в области. Свою пионерскую юность Лазургину приходилось бывать здесь. Но сейчас, грузно шагая к потемневшему грязному памятнику, у него в душе не ожило даже крохотного мимолётного фрагмента тех лет. Мысли были о другом. Схему лагеря он помнил смутно, но, кажется, направо должна быть столовая или руководство. Спортплощадка, корпуса — это слева, рядом медпункт. Ага. Нет, вспомнил. Руководство скорее прямо, значит, всё-таки столовая. К стволу, растущему неподалёку от памятника клёну, скотчем примотали фанерку и, написывая на ней красным фломастером большие ровные буквы, складывали слово «Герман». Ниже была нарисована стрелка, указывающая туда, куда и говорил водитель. Направо. Лазургин пошёл по двухрядной плитовой дорожке, оглядываясь по сторонам. Под подошвями мягко пружинено расползался заполнивший стыки мох. С каждым шагом железная воля всё больше шла трещинами, внутри творилось что-то невообразимое, один раз возникло острое желание упасть на колени и завыть. Он отчаянно давил и гнал эту гнилую, разъедающую душу сумятицу. Постоянно напоминая себе, что он не абы кто, а человек, сделавший себя с нуля, имеющий солидный вес в не самом маленьком городе. Это помогало, но плохо, и с этим не могло совладать даже второе я, коммерсанты и банкира Лазургина Андрея Витальевича. Андрон-бульдозер, лидер преступной группировки, ныне переименованной в охранное агентство. Последние 15 лет Лазургин старательно вытравливал из себя самое неприглядное прошлое, одновременно осознавая, что это две части одного целого. В 90-е бульдозер мог выжить без Андрея Витальевича. В нынешнее время им было гораздо сложнее выжить одному без другого, и они прекрасно понимали это. Дорожка, в самом деле, привела его к столовой. Но вместо деревянной одноэтажной постройки, осевшей в памяти Лазургина, перед ним оказалось двухэтажное Г-образное здание из силикатного кирпича с потускневшим мозаичным панно на торце, изображающим образцовые пионерские будни, занятия в кружках, спортивные состязания и тому подобное. Герман, второй этаж. Новая табличка висела на дверной ручке, и Лазургин сорвал фанерку, отшвырнул ее в сторону, пытаясь хоть как-то, хоть на секунду заглушить собственное бессилие. Рванул ручку на себя. Створка распахнулась под визгливый аккомпанемент заржавевших петель. Лазургин перешагнул порог и оказался в вестибюле. Несмотря на то, что большая часть стекол из окон первого этажа была разбита, помещение витал ни с чем не сравнимый запах запустения, оказавшийся не под силу даже постоянным сквознякам. Лазургин огляделся. Вестибюль был пуст, если не считать нескольких сломанных банкеток и разбитых горшков из-под декоративной растительности. Настенные светильники таращились в пространство пустыми цоколями, кое-где окруженными неровными пластиковыми оскалами, остатками расколотых плафонов. Из гвозданной матершины и корявыми граффити стены на полу обломки досок, стекло, засохшие нечистоты, обрывки газет и журналов, пятно от старого кострища. Грязь, тоска, небытие. На второй этаж ввел широкий лестничный пролет в дюжину ступеней. Он завершался небольшой площадкой, а от нее, похожие на странные усы, в разлет уходили два пролета поуже. Внезапно навалился испуг, что время почти истекло, что от десяти минут остались сущие крохи. Еще чуть-чуть, и будет поздно. Лазургин поспешно зашагал вперед, хруст битого стекла и пластика под ногами заметался по этажу торопливым предупреждением. Я иду, иду, иду. Бегом преодолел первый пролет, чуть замешкался, выбирая влево или вправо. Кинулся влево. Дверь в обеденный зал была открыта настиж. Лазургин все-таки остановился в шаге от порога, осторожно заглянул внутрь. Седой человек в камуфляже сидел по-турецки, прямо на полу в дальнем углу зала, лицом к двери. В правой руке у него был пистолет, ствол смотрел на застывшего в дверном проеме Лазургина, который вдруг услышал, как громко и сильно стучит его собственное сердце. Человек коротко шевельнул кистью, и ствол пистолета качнулся влево-вправо. Заходи. Лазургин коротко выдохнул сквозь сжатые зубы и медленно пошел прямо на Седого, подсознательно отметив какую-то неправильность в зале и почти сразу же сообразив, что именно кажется странным. В отличие от вестибюля, зал был убран. Ломанные столы, стулья и другой хлам все лежало вдоль стен несколькими разномастными кучами. Лазургин не стал ломать себе голову, для чего это сделано. Чутье Андрона-бульдозера подсказывало, что повлиять на непонятный замысел Седого можно только здесь и сейчас, другого шанса не будет. Что ты хочешь? спросил Лазургин, стараясь не сорваться на крик, чувствуя, как горло сдадливает спазм. Где мой сын? Яров поднялся на ноги точно так же, как в начале своего ночного кошмара, одним быстрым, плавным движением. Ствол Макарова уставился Лазургину в грудь, и тот остановился. Теперь мужчина разделяла около трех метров. Он здесь, негромко сказал Роман. Делай все, как я скажу, и скоро встретитесь. Что ты хочешь? повторил Лазургин. А, полковник, поквитаться? Я тебе клянусь, я твоих трогать запретил, те мудаки самодеятельность развели. Ну, ты же с них спросил, и правильно. Веришь, нет? Одобряю. Сам такой. Он говорил, стараясь, чтобы голос звучал жестко, без слабины. Чувствуя, что его надолго не хватит, он обязательно сорвется и начнет умолять, грозить, делать что-нибудь еще, превратившись в сломленного горем отца. Яров молча смотрел ему в глаза. Лазургин встретил этот взгляд и осекся на полуслове. По позвоночнику проползла шершавая ледяная змейка, нырнула в желудок. Карии глаза Ярова были совсем темными и голодными. Взгляд Романа сместился на горло Лазургина, и тот невольно опустил подбородок, приподнял плечи, закрывая шею. Раздевайся, вдруг распорядился Яров. Полностью. Зачем? Еле слышно спросил Лазургин. Змеек стало несколько, они расползались по рукам, ногам. Раздевайся. Лазургин понял, что ответа не дождется. Скинул куртку, снял джемпер. Яров не шевелился, наблюдая, как на полу растет кучка одежды. Когда Лазургин замер, прикрывая пах ладонями, Роман скомандовал «Повернись». На колени, лбом в пол, руки за спину, задрать как можно выше. Лазургин помедлил, но подчинился. Через несколько секунд его правое запястье оказалось в жестком захвате, а следом ощутило прохладу металла, раздался характерный щелчок. Левое запястье – щелчок. Наручники. Поднимайся. Лазургин неуклюже перекатился на бок, встал со второй попытки. Повернулся к Ярову, угрюм, ожидая, что будет дальше. Роман неожиданно свистнул, словно подзывал собаку, а потом прорычал коротко и властно «Встать!» Лазургин недоуменно дернулся, не понимая, что хочет Яров или же он просто оговорился. Но через несколько мгновений выяснилось, что приказ относится не к нему. Куча хлама, что находилась в трех шагах от Романа, заворочилась, раздался стук падающих на пол обломков. Что-то вылезало из-под них, торопливо потянулось вверх, серое, бесформенное. Лазургин сдрогнул, но серое вдруг безжизненно скользнуло вниз, давая рассмотреть то, что скрывалось под ним. «Черт, тряпка какая-то», машинально подумал Лазургин. «А это... Герман?» Обнаженное существо, до этого мгновения прятавшееся под старым замызганным покрывалом, мало напоминало его сына, подтянутого, уверенно в себе, мечтателя, поэта, изобретателя. Оно стояло, сгорбившись, втянув голову в плечи. Существо было очень грязным, согнутые в локтях руки прикрывали бока и грудь, словно ожидая удара. Длинные, сальные, свалявшиеся волосы почти полностью закрывали лицо. Лазургин бросил взгляд на правое плечо существа, коротко простонало от злости и отчаяния. Тату Германа, копия российского герба, в котором орлов заменяли драконы, было хорошо заметно даже сквозь грязь. «Герман?» «Не может быть. Герман?» Сын отнесся к его крику с полнейшим безразличием. «Что ты с ним сделал?» «А какая разница?» Искренне удивился Яров. «Главное, что сумеешь сделать с ним ты. Чего ты хочешь?» «Справедливости?» «Какой?» «Я что, чего-то не понимаю?» Вкрадчиво поинтересовался Роман. «В нашем случае справедливость может быть не одна?» «Может», отчаянно заявил Лазургин. «Вот хотя бы...» Он замялся, отчаянно пытаясь придумать что-нибудь и тянуть время. Яров покачал головой. «А ведь ты никогда не задавался этим вопросом, потому что сам знаешь, что нет другой справедливости. Ладно, поболтали, хватит. Я дам вам шанс уйти отсюда вместе». Лазургин замер, боясь пропустить хоть звук. Герман по-прежнему стоял истуканом, за все это время лишь раз еле заметно вздрогнув всем телом. «Все просто», продолжил Яров, его голос налился силой, чеканя каждое слово. «Клянусь честью офицера и памятью своих близких, что отпущу вас обоих, если сумеешь вразумить Германа и остановить его прежде, чем он загрызет тебя». «Если посчитаешь нужным, убей своего сына сам». Сделал крохотную паузу, дав Лазургину понять сказанное, но не оставив времени на ответ, и выдохнул еще одно слово, в котором смешались ненависть, боль и облегчение. «Жрать». Герман мгновенно развернулся к отцу, мотнул головой, отбрасывая волосы с лица, и Лазургин увидел его глаза. В них не было ничего, кроме голода. Точь-в-точь, как у Ярова. Сын нетерпеливо, утробно заурчал, показывая зубы, и Лазургину стало по-настоящему жутко. Существу одновременно было и не было Германом. Он мало изменился внешне, разве что заметно похудел. Лазургин пытался высмотреть следы пыток, увечий. Кажется, нет. А даже если они и имелись, грязь надежно скрывала их. Но самым страшным было то, что душой, нутром, это был не прежний Герман, даже не совсем человек. «Тихо, тихо, стой!» – сделал первую попытку Лазургин. «Герман, я твой отец. Ты меня узнаешь?» Сын по-змеиному повел головой, словно прислушиваясь к сказанному, и Лазургин поспешно повторил. «Я твой отец. Вспоминай. Ну, вспоминай. Давай уйдем отсюда вместе». «Ешь меня, Герман Царевич!» Негромко, скрипуче засмеялся Яров. «Я тебе все равно больше не пригожусь. Жрать!» «Нет!» – крикнул Лазургин. Но сын вдруг сел на корточке и сноровисто двинулся вперед, опираясь руками об пол, как обезьяна. Было видно, что он не испытывает никакого неудобства, что он так привык. «Герман, стой! Я твой!» «Прыжок!» Лазургин успел уйти в сторону, растопыренные и скрюченные пальцы с длинными обломами ногтями распороли воздух в нескольких сантиметрах от его живота. Герман шустро развернулся к отцу и начал подкрадываться крохотными шажками, словно боясь спугнуть добычу. «Ай-яй-яй!» Укорезина сказал Яров, держась десятки шагов от лазургина. «Недолет! А ведь я его кормил как родного, мясо сырое, свежее, с кровью. Сперва кочевряжился, потом распробовал, привык. Кроликов лопал, кур, с дюжину поросят загрыз. И все живьем, с потрохами, да косточек обгладывал. Сначала возился долго, а со временем наловчился, настоящий упырь. Знаешь, я ведь его голод чувствовать стал, как будто он один на двоих. Думаю, неспроста это. А до нашей встречи я его два дня не кормил, у него в голове сейчас только одна мысль – желудок набить». «Ты сука!» С ненавистью выдохнул лазургин, не сводя глаз с сына. «Почему так?» «Прыжок!» Лазургин опять ушел от атаки. Борцовское прошлое давало себе знать, но надолго ли его хватит. В последние несколько лет лазургин перестал поддерживать форму, да и возраст. Три недели до размена седьмого десятка осталось. Тоже сказывается. «А как?» «Ты знаешь, я уже два года по ночам один и тот же сон вижу. Каждую ночь только один. Прыжок!» «Уход!» Теперь лазургин пятился мелкими шажками, стараясь выдерживать дистанцию. «Темнота, четыре стены. Я сначала не понял, что к чему, а потом сообразил. Одна стена – работа, напротив семья. За другие не скажу точно, но, скорее всего, увлечение и еще что-нибудь. Прыжок!» На этот раз Герману повезло, ногти оставили на груди лазургина четыре кровоточащие борозды. Яров криво усмехнулся, довольно кивнул. «А за первой стеной ты!» «Я до тебя добираться начинаю, стену в лохмоть и рву, задний ход включать же не умею, не привык. Жена с Юлькой умоляют, остановись, а я ломаю, как дурной. Правильный мен, да!» «Сынок, остановись, это же я!» Герман атаковал снова и напоролся на пинок ногой в живот, щадящий, но опрокинувший его на спину. Мгновенно вскочил, оскалился. В глазах не появилось и тени испуга, только злость, что с пищей приходится возиться дольше обычного. «А когда в стене дыру пробиваю, со стороны семьи все кровью заливает», продолжал Яров. «Как наяву, когда я на тебя убойную доказуху собрал, а ты в ответ и ударил. Не знал я, что Крашенев с твоих рук кормится. Такая мразь в генеральской шкуре тихорилась, а ведь раньше отличным опером был. Второй пинок». Герман кувыркнулся через голову, но снова вскочил, замер из-под лоба, глядя на отца, словно размышляя, как подобраться, избежав нового удара. Кровь нагрудила Зургина, притягивала взгляд, подталкивала нападать снова и снова, чтобы обязательно получить свое. «Герман, очнись, я прошу тебя». «И врешь ты, что моих трогать не собирался», сказал Роман. «Ты же не стрелка послал, взрывников». «Да, они не знали, что я телефон дома забуду, а Юлька днем раньше на права сдаст и машину вместо меня заведет. Значит, все равно тебе было, сколько человек в машине окажется». «Сынок, а помнишь?» Лазургин попытался улыбнуться, но губы не слушались и получился скорее оскал. Герман глухо зарычал в ответ. «Тихо, погоди. Помнишь, мы с тобой на озеро ездили? Тебе тогда десять, нет, одиннадцать было. На катере катались, рыбалка была. А клоуна на твоем дне рождения, помнишь?» Герман сорвался с места внезапно, быстрее, чем прежде. Лазургин все-таки успел ударить, но Герман вцепился в стопу и голень обеими руками, раздирая ногтями кожу. Повалился назад, увлекая отца за собой. Лазургин взвыл и запрыгал вперед на одной ноге, отчаянно пытаясь устоять, но все же упал на спину. Слепую легнул сына. Раз, еще. Герман качнулся вбок, выкручивая стопу, заставляя Лазургина перевернуться на живот. Пружинистый вскочил на четвереньки, навалился сверху. Вонзил зубы в руку отца, чуть повыше локтя, сжал челюсти. Лазургин закричал, отчаянно колыхнулся всем телом, сбрасывая с себя Германа. Откатился в сторону, оставив на потрескавшемся коричневатом подпарке к линолеуме смазанной влажной темно-алой отпечаток размером с крупный лимон. Герман сел на корточки, полностью отрешившись от этого мира, жадно с чавканью пережевывая плоть. По грязному подбородку стекали красноватые слюни. «Ням-ням», – мертвым голосом сказал Яров, «вот теперь стопроцентный упырь получился. Человеченки попробовал. Как я погляжу, он доволен. И мне нравится, что ему по душе пришлось. Мусор, какая же ты сука!» Лазургин поднялся на ноги, стоя, морщаясь от боли, часто переводя взгляд с Романа на сына. «Почему ты его не пристрелил? Или меня? Ты же меня тоже упыремзе читаешь, да? Как в кино отомстить решил, гнида?» Яров дождался, когда Лазургин замолчит, пожал плечами. «Считаю. Только какая теперь разница?» «Может, скрепки снимешь?» Лазургин пошевелил с коваными руками. Яров еле заметно мотнул головой. «Нет, мне так интересней. Жрать!» «Сынок!» Отчаянно крикнул Лазургин. «Не надо!» Герман торопливо сглотнул и кинулся на отца. Лазургин отскочил назад, стараясь поменьше ступать на правую ногу. Капающая с пальцев кровь, отмечала путь отступления. «Не надо!» «Еще атака!» «Еще!» Они двигались по столовой в однообразном ритме кошмарного танца. Герман нападал бесхитростно, в лоб даже не пытаясь сделать финт-обманку. Но боли и растущий страх Лазургина были на стороне Германа, который, казалось, не знал усталости. Очередной удар пришелся по груди, распахав раны еще глубже. Лазургин взвыл, напрягся, стараясь преодолеть новую боль, и пропустил следующий бросок. Нога Германа попала в трещину на линолеуме, он запнулся, и его плечо врезалось в пах отца. Лазургин согнулся, упал на копчик. Через секунду лицо Германа оказалось рядом с его лицом, хрустнул перекусываемый носовой хрящ. Упырь проглотил добычу не жуя, опустив голову ниже. Яров стоял в трех шагах, глядя, как от перегрызенной шеи дергающегося в агонии Лазургина расплывается лужица крови. Как Герман глотает пережеванный кусок, по собачьи лакает из нее. Откусывает еще и жадно жует, жует, опять отрешившись от всего на свете, утоляя голод последних двух дней. Роман смотрел на это впервые за долгий срок, потеряв счет времени. Потом стряхнул с себя жуткое оцепенение, окликнул Германа. Эй! Упырь мгновенно повернул к нему счастливое, перемазанное кровью лицо. Яров выстрелил ему чуть выше переносицы и зашагал к выходу. Спустился на первый этаж, вышел из вестибюля, побрел к воротам. Остановился возле памятника, мазнул взглядом по вытянутой руке Ильича. А куда идти теперь? Он посмотрел в небо, сам не зная, что хочет увидеть в нем. Лица жены и дочери? Подсказку, что делать дальше? Что? Кинопленка памяти закрутилась спять, на долю мгновения оживляя все то, что наполняло последние два года. Продажа всего имущества и покупка домика с участком в умирающем поселке в двух с половиной тысячах километрах отсюда, подальше от Лазургина. Сразу после гибели близких Роман понял, что не хочет делать все по закону, только по справедливости. Потом было похищение Германа. Роман знал, что не сумеет воплотить свой замысел в одиночку, но в начале двухтысячных за несколько командировок в Чечню он приобрел друзей, на которых можно было рассчитывать как на себя. Жажда мести, помогавшая ему жить. Теперь все было кончено. Как это ни странно звучало, сейчас Ярову было жаль Германа. Поздний единственный сын Лазургина, он не был похож на своего отца. Роман сломал его, превратив в нелюдя, чувствуя, что увечит и собственную душу. Но вспоминал взорванную машину, то, что осталось от жены и дочери, и делал следующий шаг, пока не дошел до конца. А сейчас отчетливо, невыносимо и пронзительно осознал, что, кажущийся единственно верным путь, привел в тупик. Сделать человека упырем может только другой упырь, подумал Яров, и никак иначе. Он понимал, что никуда не хочет идти, начинать все с чистого листа, что не сумеет забыть того, к чему стремился, а жить с этой памятью не получится. Даже друзья, готовые полезть за ним в любую передрягу, теперь станут еще и напоминанием о том, что произошло в заброшенном пионерлагере. Скинутая ноша повернулась другой стороной, заново отяготив душу, а избавиться от нее можно было только одним способом. Ствол Макарова уперся в висок. Яров снова поднял глаза к небу. Я вас люблю, простите меня. Раздался выстрел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...